Привет, любимые мои! Помните, я снимала ролик по поводу того, кто за что платит в GMG, GM, Swing и описывала, как в целом распределяются расходы, финансы в разных этих отношениях. И там был такой комментарий. Я за коммунистический подход. Никто ни за что не платит, и все довольны. Зачем оплачивать гостиницу, если можно прийти к кому-то домой? Ну, конечно, вы меня удивили этим комментарием. Когда вопрос касается группового секса, очень важна безопасность. И как вы можете пригласить мало знакомых людей? Чаще всего с потенциальными партнерами для группового секса очень долго не дружат. Здесь нет таких ухаживаний долговременных. У некоторых пар есть, если у них есть вот этот запрос на романтику, так бывает. То есть не все свингеры переходят к сексу быстро. У некоторых есть запрос на романтику. Но их меньшинство. Большинство, ну, одна, две, ну, три встречи максимум. И дальше уже, ну, многие это делают даже в первую встречу. То есть они договариваются так, расчет идет по времени так, что вот мы встречаемся, если все друг другу понравились, имеем запас времени, чтобы тут же переместиться куда-нибудь в гостиницу или посуточную, почасовую квартиру, провести время и разъехаться по своим делам. То есть не ездить вот это по сто тысяч раз. То есть зачем все деловые люди, у всех работа, у всех дети, семьи один раз приехать, потратить время на дорогу, посмотреть друг на друга. Обычно в таких делах сразу понятно, есть мэч или нет. Это ты не мужа себе выбираешь. Если ты выбираешь себе долговременное отношение, человек, с которым ты будешь жить, для кого ты будешь рожать детей, с которым ты будешь строить отношения, вот тогда тебе нужно его изучить получше, да? То есть нужно какое-то время с ним провстречаться, а потом уже переходить к сексу. А здесь для того, чтобы понять, подходит ли тебе человек для секса, тебе достаточно оценить его внешность, его запах, его чистоплотность и его манеру подачи себя в разговоре. Вот как комфортно тебе с ним общаться вообще? Или тебе некомфортно с ним? То есть тебе хочется с ним перейти уже в постельный режим или нет? На самом деле есть исследования научные, я вам скажу даже и по опыту, и по опыту девочек, подружек, что женщина решает, хочет ли она сексуально мужчину, буквально за какие-то считанные секунды, пару минут максимум. То есть вот она его увидела, она к нему приблизилась где-то, ну метр, полметра она побыла с ним рядом, и вот она уже в течение одной-двух минут знает, хочет ли она его сексуально. Все остальные, танцы с бубнами, это социальная составляющая, потому что кроме того, что она поняла, что он ее привлекает сексуально, она должна еще оценить риски, она должна понять, насколько этот мужчина для нее опасен. Вот если она перейдет с ним в постель, он для нее опасен или нет? То есть какие у них могут быть отношения? Что ее ждет от этого, от этого секса? Какие последствия ее ждут? А когда вы встречаетесь для свинга, для группового секса, вам нужно оценить только, насколько будет безопасен сам секс. Ну то есть насколько адекватен человек, оденет ли он презерватив, может ли он быть теоретически чем-то болен или нет. То есть можно попросить его справку или хотя бы просто по его каким-то жизненным ценностям понять вообще, он действительно следит за здоровьем или это человек, который по пьянии может сунуть куда угодно. Вот эти вот какие-то параметры оценить и все, этого уже достаточно. Вам не надо с ним строить семью и жить вместе и какие-то в долговременные отношения влазить. Но в то же время у вас нет много времени для того, чтобы оценить вообще все возможные риски. Потому что зачастую как раз вот такие потенциально опасные люди, они умеют быть харизматичными, они умеют быть приятными. У меня был случай, девочка рассказывала знакомая, как она присутствовала при убийстве, во время свинга. Он был очень состоятельный депутат и очень увлекался именно групповым сексом, очень любил это дело. Она была его любовницей. И потенциальные преступники, они знали о его этой слабости, о том, что он любит групповушки. Когда он шел на групповушки, он отпускал водителя, охранника, ну потому что, ну чтобы не было лишних свидетелей, чтобы они не видели, чем он там занимается. И об этой его особенности тоже знали. И его заманили в дом, в котором его убили. Ну на самом деле там хотели получить деньги от него, 50 тысяч долларов требовали. Но так случились обстоятельства, что его убили. И вот человек пошел не в гостиницу, он пошел к этим людям в гости. Они говорят, ну зачем нам куда-то еще? У нас тут вот достаточно просторный дом, там часть дома была недостроена, ну и пару комнат были уже готовы. И вот он, а если бы он был аккуратнее, если бы он пошел в гостиницу, причем такую нормальную гостиницу, в которой какие-то, ну опять же, да, депутат, может быть он тоже не хотел светиться в гостиницах, чтобы камеры фиксировали. Кто туда заходит, приходит. Ну опять же, можно было как-то зайти всем по отдельности, да. Ну все равно как-то можно было больше себя обезопасить. Поэтому вот эти все варианты, когда пришли к кому-то домой, откуда вы знаете, к кому вы там пришли. И вы когда идете в гости заниматься с кем-то групповым сексом, вы же не будете ставить об этом всех в известность. То есть, грубо говоря, вы идете в никуда. И никто не знает, где вы находитесь и как вас потом искать. Это не ваши постоянные друзья, у которых вас можно найти. Это какие-то знакомые, с которыми вы несколько дней пообщались в интернете. У вас была, может быть, максимум одна встреча в кофейне. И вот вы к ним приперлись в гости. Ну кто знает, где вас искать? Да вас никто потом не найдет. Даже если вас в этой квартире прикуют к батарее, кляп в рот и будут держать там 3 года. Ну кто узнает, что вы находитесь в этой квартире? Понимаете? Ну это небезопасно. Поэтому, конечно же, лучше потратить какие-то деньги и снять гостиницу для таких приключений. Причем необыкакую гостиницу, а нормальную, в которой нельзя просто так что-то сделать с человеком, и никто не заметит. Так что вот, то есть там в любом случае есть люди на ресепшн, которые видели. Ну в гостиницах вот просто так преступление никто совершать не станет. Это, ну в книжках каких-то, да, там какие-то происходят случаи в гостиницах. Или в каких-то там совсем задрыпанных гостиницах, где-то на востоке, в каких-то таких странах не очень презентабельных. Но если это какая-то нормальная гостиница с нормальным ресепшном, с какой-то охраной, с какими-то камерами, уже какие-то люди вас там видели, уже какие-то фотопортреты могут составить. Ну никто в здравом умении не попрется в гостиницу совершать преступление, согласитесь? Ну правда же? Поэтому нет, ну я, например, в моем опыте, ну мы не ходим в квартиры, мы когда знакомимся, мы встречаемся где-то в кафе, в ресторанчике, и дальше перемещаемся в посуточную, господи, не посуточную, ну в гостиницу. Ну чаще всего это почасовая гостиница, потому что обычно это не очень много долго происходит, у всех дети едут ночевать домой люди, и мы, и партнеры. И, ну может быть, с какими-то постоянными людьми, вот вы уже виделись несколько раз, вы уже точно знаете, что это нормальные люди, вы уже знаете их соцсети, вы видите, как они живут, чем они живут. Может быть, тогда уже начинаются какие-то походы в гости друг к другу, когда уже эти люди перерастают в какой-то статус более-менее хороших знакомых или даже уже друзей. Тогда да, тогда уже можно не тратиться, уже можно с постоянными партнерами для свинга, ЖМЖ, МЖМ, можно уже встречаться и в гостях друг у друга дома, почему нет? Нет, но абсолютно точно не первый-второй раз к незнакомым людям или к себе приглашать незнакомых людей. Откуда вы знаете, что вам подсыпят в напиток, вы даже не заметите, не поймете. Обнесут вашу квартиру и уйдут, ну и ищи их потом. Ну или не обнесут, ну мало ли, ну все равно, может произойти что угодно. Вы же паспорта у них не просите, вы эти паспорта не фотографируете, не сканируете, правда? Поэтому я не знаю, откуда такая безбашенность. Но, как правило, и вообще в свинг-среде, это нормальная практика, так заведено. В гости друг к другу практически никто не ходит. Только если уже завязалась какая-то прям долгая дружба, и вы реально… Вот знаете, как я такие случаи читала, вот когда блогеры начинают дружить друг с другом. То есть вот один блогер читает другого блогера, и оба, например, свингера. Вот они уже читают друг друга, они уже переписываются давно, они как бы на ладони, они на виду. Ну блогер блогера точно не начнет привязывать к батарее, пристегивать к батарее, не начнет убивать, не начнет что-то такое чудить. То есть ты, в принципе, уже читая посты, понимаешь, ну нормальный там адекватный человек или не очень адекватный. Вот такие истории я читала, что потом они бывают и сразу в гости заваливаются какому-нибудь своему уже хорошо знакомому блогеру, которого даже еще никогда не видели, но из-за вот такого вот контакта постоянного и очевидного, ну то, как блогер ведет себя с аудиторией, ну это вот такие вот очень многие фишечки, по которым все равно вычисляешь, насколько человек вообще в принципе адекватен, насколько ему можно доверять, понимаете, о чем я говорю? Вот так вот, ну может быть, но просто какой-то рандомный человек из интернета после нескольких дней или пусть даже недель переписки и идти к нему домой, ну вы, конечно, камикадзе. Пишите, пожалуйста, а как у вас с этим, вы вот реально прям ходите друг к другу домой на свинг, чтобы не тратить деньги, но опять же, ну не такие-то огромные деньги, чтобы настолько сильно рисковать. Или я не права? Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, ссылка под видео в описании и в подсказках. Я вас там жду, жду ваши вопросы, жду ваши истории, жду вас в обсуждениях в моем телеграм, где мы поднимаем более интимные темы, чем я могу позволить себе здесь на ютуб. Переходите, пожалуйста, я вас жду, я вас всех люблю, целую, пока-пока.